Приветствую вас, дорогие друзья и коллеги! Вы смотрите Давай запишем в компании Spop Music. У микрофона Александр. Тема сегодняшнего обзора микрофонный предусилитель SE Electronics DM1 Dynamite. Очень частая история, когда мы работаем с пассивными микрофонами, будь то ленточные или динамические, и нам катастрофически не хватает громкости. Что мы делаем в таком случае? Бросаемся к пульту, предусилителю или звуковой карте и начинаем выкручивать до безумия громкость и чувствительность. Да, иного выхода нет. Но вместе с этим мы неизбежно получаем очень немалую порцию совершенно ненужного нам шума в виде электрических и радиочастотных помех. И это, безусловно, делает картину со звуком нелицеприятной и лишает нас рабочего настроения. Но, как оказалось, совершенно безболезненный выход всё-таки есть. И вот один из них. Предусилитель DM1 Dynamite, разработанный специалистами SE Electronics. Это маленькое чудо, запакованное в прочный цельнометаллический корпус с премиум-отделкой, способно разогнать ваш микрофон на дополнительные 28 дБ и при этом исключить возникновение гула, шумов и помех. Всё это благодаря современной электронике класса А и высококачественным транзисторам внутри этого малыша. Теперь главные моменты, о которых необходимо знать, если надумаете приобрести эту игрушку. Первое. Чтобы этот предусилитель заработал, ему надо дать 48 вольт. То есть, если включить его в пульт или карту без фантомного питания, увы, ничего не получится. Второе. Питание ему надо, но сам он, к сожалению, питание на микрофон не передаёт. Отсюда следует, что с конденсаторными и активными ленточными микрофонами его использовать не получится. И третье. Для того, чтобы результат от работы предусилителя был оптимальным, его рекомендуется подключать напрямую к выходу микрофона. Конечно, при острой необходимости допускается использование кабеля между микрофоном и устройством, но вместе с этим надо знать, что чем короче кабель, тем выше будет эффективность. Ну и прежде чем опытным путём я всё это проверю несколько слов о параметрах. Частотный диапазон, в котором динамит способен работать, от 10 до 120 тысяч герц. Разъём позолоченный трёхконтактный XLR, длина без малого 10 сантиметров, вес 80 граммов. Ну и ещё раз напомню, питание 48 вольт, гейн 28 децибел. Ну что, теории достаточно, давайте к практике. Высокую популярность по запросу использования подобного устройства можно наблюдать на примере таких микрофонов, как Shure SM7B, Rode Broadcaster, аудиотехника BP40. У нас на студии тоже нашёлся экземпляр, который требует серьёзного повышения уровня для полноценной работы. Это SE Electronics V7. Сейчас подключу его в нашу студийную карту, это Roland Studio, и посмотрю на результат. Раз, два, три. Для начала напрямую. 30 децибел маловато, плюс 40 децибел, ну уже хоть что-то. 50 децибел это уровень оптимальный. Но надо понимать, что при таком усилении очень возможно появление больших шумов. Меня в данном случае на 100 процентов спасает наша звуковая карта. Ну а теперь всё то же самое с динамитом. Раз, два, три. Итак, плюс 10 децибел, уже живём. Добавляем. 15 децибел. Очень хорошо. 20 децибел. Уровень оптимальный. То есть плюс 28 децибел, о которых говорится про этот предусилитель, это истинная правда. Ну что же, подводя итог, скажу следующее. DM-1 это идеальный способ усилить сигнал от микрофона, снизить вероятность помех и обеспечить значительно улучшенный уровень без дополнительного шума. А также, благодаря самому низкому выходному сопротивлению в своём классе, эта модель позволяет прокладывать длинные кабельные линии, одновременно снижая чувствительность к радиочастотным помехам, гулу и шуму. Одним словом, вещь очень полезная и качественная, а посему признаётся годной, и её стоимость просто не имеет права вызывать ни у кого никаких возмущений. На этом всё, друзья. Творите на хорошем оборудовании. Всем удачи и до новой встречи! Раз и два. Ещё раз? Не, нормально. А то, что крутить начал в конце как идиот. Ну что, теории достаточно, давайте к практике. Высокую популярность по запросу использования подобного устройства... Давай перепишем. Что, вообще всё, да? Да. Продолжение следует...